МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получивших такое предупреждение десятки школ, а также больницы, администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств. Авторы писем были убедительны. Наверняка слышали о взрывах в Магнитогорске. Так вот теперь очередь дошла до вашего города. Мы установили несколько взрывных устройств по всему городу. А именно, это может быть любое общественное место. Время даем до захода солнца. Как стемнеет, датчики света активируют бомбы. Нам терять нечего, а у вас есть родные. В городе прошли массовые эвакуации. Специальные подразделения МВД, ФСБ и МЧС проверили помещения. Департамент по координации правоохранительной деятельности края оперативно откликнулся на ситуацию. Проводится исчерпывающий комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения. Вопросов, поводов для паники населения нет. Как правило, эти действия совершаются из хулиганских побуждений. Современные средства телекоммуникации позволяют отправить эти сообщения из территории в том числе других государств. В текущий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленников. Ранее похожая ситуация сложными сообщениями о минировании произошла в Магнитогорске после обрушения подъезда многоэтажки. Граждан просили не поддаваться на провокации. В администрации Приморского края отметили, что аналогичная ситуация произошла в Петропавловске-Камчатском. Представители региональной власти сообщили, что угрозы населению края нет и все же попросили проявлять бдительность. МВД уверило, что тревога ложная. В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация проверена и подтверждения не нашла. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, что санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. В эвакуированных школах первые смены были распущены по домам. Тех, кого не забрали родители, разместили в ближайших магазинах и учреждениях. Ребенок рассказал, что ни сирены, ничего не было в школе. Просто потихоньку зашел один учитель, попросил выйти их учителя. И потом учитель сказал, что одеваемся, собираемся и выходим на улицу. Вывели детей не через главный вход, а через запасной, который был ближе. И о том, что какая-то бомба или взрывное устройство, они уже узнали на улице. Однако повезло так по отзывам родителей далеко не всем. Под серьезные сомнения были поставлены организаторские способности преподавательского состава некоторых школ и умение действовать в чрезвычайной ситуации. Я после экстренного звонка пришел в школу за ребенком первокласской. Там было еще пару десятков детей из нашего класса в куртках, но без портфелей. Но учительницы уже не было. Дети сказали, что она ушла домой. Кстати, директора тоже на месте не оказалось. Видимо, все разошлись по домам, разделать нечего в школе. Я первое время от шока просто не мог ничего сказать. Как это бросить детей? У детей остались телефоны в раздевалках и ключи от дома. Их эвакуировали. Детей отправляют домой кто в чем, без ключей и телефонов. Родители на работах. Куда им идти? И вот буквально на следующий день новое ЧП, словно проверяя на прочность школьников и учителей Владивостока, загорелась школа номер 33 на Сахалинской. Спасатели прибыли оперативно. По прибытию первого подразделения в 13 часов 8 минут было установлено, что из центрального хода, где мы сейчас находимся, в школе, идет дым и проводится эвакуация учащихся силами преподавательского состава. По прибытию остальных подразделений и первое подразделение сразу было организовано оказание помощи преподавателям в эвакуации детей. Всего было эвакуировано 315 человек, из них 285 детей. И однако снова нарушение. Хозяйственный хлам не там, где положено. Замки на запасных выходах и снесенные с петель двери, которые дети пытались сами открыть, чтобы выйти. Это было примерно 12.50, может, час уже. Сидели на уроке, услышали запах дыма. После чего кто-то из учителей, находящихся в реквариации, сказал то, что пожар. После чего нас начали эвакуировать из школы, выбежали в эвакуационный выход, после чего была дверь закрыта. Ее пришлось было выбивать. Очень много паники, дети плакали, кричали. Выбивали дверь, сначала пришли еще родители, некоторые учеников помогали выбивать. Приходили и со столовой работники помогали нам. Прокуратура уже вынесла свой вердикт. К аварийному выходу в школе не было свободного доступа. По информации представителя школы, горели картонные коробки, в которых находились люминесцентные лампы для утилизации. Должны были управление выделить определенное место, куда мы должны были эти все лампы складировать, со всех школ, с нескольких, для того, чтобы потом утилизировать их. Эвакуационные выходы были не заперты, они просто туго открывались. И поэтому произошла паника, и дети начали ломиться, и погнули шпингалит. И тем не менее, нет худа без добра. Есть в этих случаях и полезный момент. Они показали, что обеспечение безопасности детей в случаях ЧС во Владивостоке – это слабое звено, и ответственным ведомствам есть над чем работать. Некоторые информационные ресурсы оценили ситуацию довольно жестко. Теперь все воочию убедились, что учения с эвакуацией, которые периодически проводятся в школах, являются ничем иным, как откровенной показухой. Плохо сработали все службы и ответственные лица. Как поясняют спасатели, в разных ситуациях командуют на месте, и в том числе помогают организовывать эвакуацию разные ведомства. По первому случаю, по поводу ЧП, когда во всех школах, в некоторых торгового центрах была эвакуация, какие-то ситуации были, то, конечно же, все, что связано не с пожаром, не с чрезвычайной ситуацией, типа пожарными, то, конечно же, там уже основными структурами у нас руководят силовые структуры ведомства. Это, конечно, ВД, ФСБ. Мы уже, как сотрудники скорой помощи, пожарные охраны, мы пребываем уже, как и находимся, грубо говоря, в их распоряжении. По основным некоторым моментам. Во втором случае, это в случае возникновения пожара, конечно же, первым приезжают спасатели, но на момент уже приезда пожарных люди должны эвакуироваться. То есть дальше идет уже процесс спасения людей. При этом основное бремя ответственности при эвакуации из школ ложится все-таки на преподавательский состав. Основная трудность, что это все-таки дети. И они подвержены более подверженной панике, более подвержены каким-то, скажем так, действиям, которые на них могут повлиять со стороны, да, там где-то. И тем самым основная задача, конечно, ложится у нас на преподавательский состав, который у нас должен сохранять спокойствие и выводить детей из здания. И не забывать о том, что количество детей должно быть учтено. В первую очередь при поступлении сигнала тревоги у нас, получается, преподаватель, убедивший, что все на месте. Если все на месте, то он должен непосредственно принять меры к вызову данного ребенка. Почему, когда ребенок отпрашивается, когда там в туалет или там как бы, ну, в процессе, да, урока, там каким-то преподавателем должен знать, куда он пошел, как там, либо сопровождающий. То есть всей информацией он должен владеть, всех успокоить и начинать эвакуацию детей. То есть быстро, но спокойно. Главное, первое, конечно, это наш враг паника и дым. И дальше они уже, ближайшие заведения, да, либо учебные, как правило, у нас рядом расположены детские сады, да, в нашей местности. Туда можно расположить детей. То есть у нас в первую очередь, первая задача эвакуации, это спасение людей, а не имущество. То есть в первую очередь идут дети, люди. Важно отметить, что оперативно вывести из здания большое количество людей, а тем более детей, задача непростая. Ведь ученики на занятиях находятся без верхней одежды, в сменой обуви. И здесь преподавательский состав должен проявить, что называется, мудрость змеи и отвагу льва. Если, как бы, нету не тёплой одежды с собой, детей, да, чтобы подеться, да, непосредственно, не надо тратить на это время, потому что его не хватит. То есть если брать в учёт, то у нас по всем нашим учебникам первый опасный фактор – это дым. А без дыма, без злого кислорода мы дышать можем очень короткое время. То есть особенно в условиях паники, когда увеличивается цепиение, движение, да, там поглощение кислорода идёт, тем он больше. И, то есть непосредственно надо сначала всех вывести, и дальше уже идёт обогрев, это путём размещения в соседних зданиях. Как показывает время, ситуации, схожие с теми, что произошли на неделе во Владивостоке, не первые и не последние. И как правильно себя вести в таких случаях, должны знать не только спасатели, но и преподаватели, родители и сами дети. А представители МЧС, в свою очередь, гарантируют всемирную помощь, как в теории, так и на практике. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дмитрий Беломестнов, Екатерина Матвеева, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Новости на восьмом.